Оба атлета активно выступают на международных турнирах и на всеукраинских, по разным направлениям, и на УГИ, и ГИ. Видим, как оба перешли на ковер, но Женя сейчас в более активной атаке. По лицам ребят видно, насколько они сосредоточены и насколько оба готовы победить. Психологический настрой супер важен в любом выходе. Женя сейчас будет атаковать ногу. Пока что нету блока бедрами, поэтому болевой на ногу невозможен. Но я уверена, что сейчас ситуация будет исправлена. Зверните увагу, насколько он более активный, чем в первой сутиши Митченко. Все-таки дается в знаки, что вага спортсменов более-менее спевставна. Я бы связывала это не только с весом атлетов, а также с тем, скажем, знаю по себе, как важно взять разгон. То есть у каждого из ребят первый выход это был, грубо говоря, разгон. И сейчас они понимают, что они плюс-минус каждый из них уже в своем стиле, в своей стратегии. И они уже не такие осторожные, как в первых выходах. Снова видим, что каждый из ребят пробует атаковать ноги. Постоянный блок. Все, что находится ниже колена. Так, попытка Ахила. И сдача шутко перемагает. Ахил. Выйшов таки на цей болевый. И шутко проходить дальше. Все-таки, как на меня с Митченко, возможно, злий жар зіграла та дискваліфікація в первом коле его соперника. Ну, снова-таки, он тут не винен абсолютно. Это не от него зависело, но... Идет, наверное, про какие-то кормящие законы. Да, Костя красиво вкрутился. Дуже эффектно, так. Хороший блок был. Впевнено, пішов. Тут тоже, мне кажется, много, что зависит от того, насколько ты веришь, что пиде прием. Безусловно, да. Потому что, если ты... Если ты не веришь в свой сабмишинг, то его лучше даже не начинать делать. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова